Все больше белорусов причисляют себя к среднему классу. И судя по тому, как растет число желающих купить дорогую недвижимость, для этого есть все основания. Андрей Алексеенко встретился с жителями белорусской Рублевки. Добрый день, гости дорогие, заходите. Димитр – лицо медийное, участник некогда популярной группы «Атлантика», на память от которой осталась приставка «Экс» и диск самого продаваемого дуэта в Беларуси. Теперь актер. И тогда и сейчас житель элитного района в окрестностях Минска. Его семья из первой волны состоятельных белорусов. Теперь живут на две страны и два дома. Моя родная сестра, средняя, живет в Испании. Дочка моя с женой тоже живут в Испании. Особняк – творение американского архитектора, в проект которого внесла корректировки мама Димитра. Так под крышу, как под шляпу, спрятался почти весь дом. Небольшой штрих обошелся в несколько раз дороже самого особняка. Конечно, всегда легко быть человеком, состоятельным, когда у тебя есть деньги, когда ты можешь потратить на то, что тебе нравится, на то, что ты хочешь. Это всегда легко. И я думаю, как бы, и у нас в Беларуси все условия созданы, правда. Я чаще, то, что я зарабатываю, все-таки приходится зарабатывать за рубежом. Элита в своих желаниях скромна. К шику за баснословные деньги не тянется, но в эксклюзив влюблена. Бразильская мебель под заказ, камины из Австрии, детали домашнего очага от известного мастера Пала Зетти. Рядом на столике – шахматы богема. Богемское стихло, крусталь. Очень такие редкие, ну и дорогие. Принимать мировых звезд, как на Рублевке, здесь непозволительная роскошь. На местных частных вечеринках не поют Шакира, Риана или Элтон Джон. Здесь и Газманов – большая звезда. Олег после концертов в Минске всегда приезжал ко мне с букетами. Еще тогда все говорили, ой, любовник, любовник. А он приедет, Валька, накорми, дай котлету, дай картошки. Сергей Самойло представляет собой другую стратегию успеха. Он в тройке успешных топ-менеджеров страны. В Беларуси богачей по наследству нет. Самойло – селфмейдмен, сделал себя сам. Механик за несколько лет сумел занять кресло директора автомобильного холдинга в Беларуси. Сейчас это крупный автодиллер. Топ-менеджер не разделяет точку зрения, что быть богатым в Беларуси экстремально и невостребовано. Тот, который заработал свой бизнес легальным путем, не будет бояться своего состояния, о том, что существует. При этом же он поуплачивает все налоги. То есть это государство, он только может гордиться этим. Главное слово у минской элиты – удобно. Авто не обязательно Бентли, Ламборджини или Мазерати. Хотя модно сейчас в Минске иметь Порш. Вполне подойдет Volkswagen Multivan или Land Rover. В гардеробе не всегда известны бренды, но, несомненно, дорогие. И, конечно, банковский счет. И хотя бы один особняк в элитном районе Минска. Если комфортно кому-то иметь три дома – дом в городе, дом за городом, то есть такого, то он будет это иметь. Если ему удобно и только один дом иметь в каком-то там загороде, допустим, на прекрасном месте, то он только будет с этим одним домом. Думаю, что вот одной единственной рублевки, как в Москве, в Минске, наверное, не будет. Ну, думаю, будет просто, как я уже подназывал, столько много населенных пунктов. А отсюда, можно сказать, что и состояния тех людей в Беларуси хватает. Но не все не бегут в одно место для концентрации и показывания своего статуса. Это мнение разделяют и риэлторы. Так уж повело, что богатые белорусы не любят быть на виду. Более того, богатых официально в Беларуси нет. Зато неофициально, по оценке риэлторов, порядка семи коттеджных районов Минска можно назвать рублевкой. По европейским меркам в скромных коттеджах не прячусь за большими заборами. Многие фирмы побрали по 200-300 гектар земли под коттеджные поселки и мечтают построить рублевку. И что там будет жить только богатая. Вадим Сихович давно заглядывает в кошельки солидных людей. Вместе с экспертами он оценивает их активы. Сотни набираются легко. Денег может и не так много, как у восточных соседей, говорит журналист. Но это не мешает белорусскому бизнесу контролировать некоторые сферы в СНГ и Европе. Покупать заводы и компании. Занимать ведущие позиции в IT-индустрии. Белорусский бизнес уникален. Он делает бизнес на 20% всего их ВВП. Все остальные 80% за контроль государства. Топ-100, который мы готовим ежегодно, процентов 30 бизнесменов, они имеют активы за рубежом. Так что, возможно, если приплюсовать активы в Беларуси плюс активы за рубежом, то, может, что-нибудь набежит. Ну, порог, я думаю, есть, наверное, капитал 250 миллионов. До полумиллиарда, ну, могу предположить, 3 человека есть. Но нету миллиардеров. Сегодня белорусские бизнесмены, по словам Сиховича, не те, что раньше. Обижаются, если не попадут в заветный топ. Наработав ими, и капитал хотят себя проявить. По мнению бизнес-среды, государству сегодня стоит больше уделить внимание развитию среднего и малого бизнеса, придать ему новую скорость. Малый и средний бизнес его нет. Надо какое-то либо стимулирование создавать, либо еще чего-то. То есть, вот сейчас идут, например, какие-то законодательные акты для улучшения климата для малого и среднего бизнеса. Ну, я думаю, что нужно как-то еще постимулировать, чтобы это все делалось. Может быть, из-за того, что, назовем так, в историческом плане, что бывшие советские времена отчасти убили в нас чувство собственника. Эксперты сегодня не различают российский, украинский или белорусский средний класс, но и не спешат его сравнивать с американским или европейским. Везде свои критерии. Но так или иначе, середнячки – экономическая опора любого государства. По данным социологов, в Беларуси более 2-3 населения относят сегодня себя к среднему классу. В Беларуси в большинстве своем, особенно молодое поколение, условно говоря, относит себя к среднему классу большая доля, чем российская. Эти люди начинают думать о судьбах страны. Теперь Дмитрий и Сергей Самойло намерены попасть в топ богатых людей стран Содружества, потеснить состоятельных россиян, украинцев и казахов. А там и до списка Форбс недалеко. Андрей Алексеенко, Алексей Мартынов. Вместе из Беларуси. Небывалый туристический бум в Казахстане вместо традиционного...